Танк из линейки кошачьих 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 Будет нижний лист по отношению к выстрелу какого-нибудь ХМ-1, то может ХМ-1 и не пробить. Но в то же время, когда Леопард рамбует, он подставляет под выстрел свои картонные бока, которые пробиваются просто идеально. Поэтому выход один, прятать нижний лист, пытаться танковать башней. У ВН, в принципе, у машины неплохой. Ну и, собственно, от теории пора переходить к практике. Ну и, собственно, заходим в бой, убеждаемся, что в команде нет никого из хитсов и можно не бояться получить снаряд себе в спину. Кстати, забыл сказать насчет динамики этого танка. Да, в общем-то, тут никаких сюрпризов нет. Танк ездит примерно наравне с 72, как по ощущениям. Да, ХМ-1 чуть-чуть помедленнее, чем они. С горы так вообще, по-моему, все три машины ездят 70 километров. Поэтому как-то говорить даже об этом, не знаю, смысла там никакого особо нет. Ну вот, видите, 72-ка передо мной едет. Что, я ее догоняю? Нет. Она от меня отрывается? Нет. Ну, вопрос снимается в повестке дня. Вообще, по-моему, все машины в основном в армате ездят одинаково. Есть только очень-очень медленные, остальные все ездят одинаково. Даже газотурбинный Т-80, от которого я ожидал вообще невиданной прыти, просто потому что он газотурбинный, ни хрена такого не продемонстрирую. Ну, стоим, ждем, что. Как там говорил мой инструктор по вождению. Стоим в пробке, смотрим попки. Прикольный был чувак. Ну, давай, давай, вываливай, давай. Давай, покажи, на что ты способен, ну. Хорошая засада. Залог успеха. Тихо, тихо, тихо. Куда ты? Зачем ты изогнулся? Стой по прямой, если ты занял это козырное место. А я еще плюху дам с вашего разрешения. Да, да, забирайте остатки, так и быть, поделюсь. Ну, волчары. Да, я думаю, что этот камень надо нерфить отсюда, на самом деле. Советую разработчикам убрать отсюда эту глыбу и дать людям воевать здесь нормально. Господи, а то же у них шансов нет, они скоро перестанут сюда выезжать. Ну, в кого он стреляет, в кого он стреляет, в кого он стреляет? Конечно же, в меня. Куда хоть бахнул-то? Ну, конечно же, в нижний лист. Хороший выбор, чувак. Месть. Это блюдо, которое подается со снятыми гуслями. Это в меня, что ли, арта летит? Нет, не в меня. Пальмарье сразу и на... Видите, куда осколки долетели? Срать, копать. Прям охренеть. А, ну чья-то тут крышечка. Странно, что неполный дамаг прошел. Это же крышка 72. Она потрясающий проводник дамага. Она дамаг проводит лучше, чем медь, электричество. Так, где-то там я вижу Брэдли. Да черт бы тебя побрал! Что ж ты горишь-то, сволочь? Не успел ему по антенке щелкнуть напоследок, чтобы фраг отобрать. Ну, а что в итоге мы имеем? Одна плюха получена, пять плюх выдано, да? 2000 дамага на выдаче, 500 дамага на приемке. Там наверху где-то стоит ссыкулявый ХМ-1, который ссыться уезжать куда-либо с базы. Еще какая-то фигня там пытается сверху постреливать. А, да это же... Это же МК-5, батюшки. Ай, жалко, что-то он дамага не выхватил. Так, тут вот вообще-то надо уже быть опасным. Там и Орта, сбоку у них там наверняка еще кто-то стоит, вон 72-ка, например. Тут все нормально. Они заняли анальную оборону и сидят. Термин анальной обороны пришел из, собственно, клановых боев World of Tanks, где вот такие оленята, которые ссадятся уехать куда-то дальше 15 метров от Респа, да? А это люди, которых мама не выпускает из дома. И держат их, сука, в наручниках прикованными у батареи. И когда приходят гости, они ходят на них поссать. Вот, они стали сбиваться... Они стали сбиваться в кланы и сидеть даже в клановых боях в анальной обороне. И выигрывать. Потому что анальная оборона это один из лучших вариантов боя. Была бы анальная оборона плоха, их бы здесь только не было. О, 72-ка стоит, смотрите. Неплохое сведение сейчас демонстрировал Леопард. Но, сука, снаряд примагнитило к гусеницам этого танка, лишь бы дамага не было. Такое ощущение, что им там джедаи помогают, знаете, так двумя пальчиками дамаг отводят в сторону. Я потом буду монтаж делать скоро, когда мне надоест эта косость. Опять светит, да что ты будешь делать? Ну что ты там? Вы, блин, берете высоту или что? Давайте, никто кроме вас. Айда. Шнель, шнель. А я буду прикрывать вас снизу. Потому что я не хочу борт той наглой 72-ки подставлять. Может быть, кто-нибудь поедет, посветит, я не знаю. А почему бы нет? О. Что-то торчит, нет? Нет, это мой нано-прицел просветило насквозь камень, видимо. Ну, куда же ты делся? О, пять, пять же, пять врагов осталось. Всё. Время переходить в дерзкое наступление. Теперь с горы никто стрелять по мне вроде не должен, да? Но теперь точно не должен. Так, поснимали их с пробега. Опять никого не видно. Что же там нахрен появилось? Главное, его я обнаружил. Как я его там обнаружил, если он стоит за горой? Я увидел, как вот антенка торчала. Да, арта, получи. Арту, кстати, говорят, нерфить собираются. Надо успеть записать видос на паладине, дабы потомки знали, какой когда-то была арта, как она могла нагибать. Сейчас то её порежут в говнище, и я не знаю вообще, что с ней будет. Как бедные люди будут выкачивать себе оборудование на сведение. Ладно, я на арте нагибаю, но остальные-то вообще, ну, никакущие, да, 2200 дамага. Ну, блин, мы играли против объективного алингов, поэтому... Чё-то бой какой-то незачётный. Ой, секите, секите, кому опять медалька разведчика выпала? Опять мне, что значит, что я всегда на острие атаки, не правда ли? Ну, ещё, конечно, то, что обзор, видимо, у Леопарда тоже не хреновый. Ну, по дамагу, естественно, в жопе, просто потому, что не имел возможности резко нападать в конце и не успел нашакалить дамага по врагам, по оставшимся, поэтому только 2200. Есть у меня небольшие планы, дабы показывать игрокам какие-то новые варианты развития атаки на картах, дабы все, как раки, не ездили по привычке в одни и те же места. Поэтому сейчас я поеду чё-нибудь изобретать, я даже сейчас до конца полностью не решил, где лучше разместить свою задницу в этом бою. Так, хитсов нет, хитсов нет. Всё, буду их пиарить теперь, ёптать. А будут ещё в группе мне говно всякое писать, отдельный видос про них выпущу. Интересно, сколько людей тогда из их альянса свалит. А, давай, 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 куда-нибудь-то, господи. Ну, тут понятно, вот стандартный вообще разъезд, танки на завод, всякие БМДшки наверх туда, на пригорок. Кто-то поедет вниз, он туда, где я сейчас по карте ввожу этой своей указкой. Ну и, конечно же, пару людей перепутает направление и поедут не туда, куда им надо. Например, 72 решил ехать туда, на бугор. Интересно, что же он там будет делать со своим потрясающим УВНом, к которому пушку не опустить даже, я не знаю, вообще ни на сколько. Что касается УВНа, у Леопки, да? У Леопарда, кстати. О, вспоминаю, какой там Леопард был в картохе. Светлячек. Снайпер, хули. Вот, УВН тут, конечно, ну не самый идеальный, я и лучше видел. Но, в принципе, хобот можно и повесить на полу шестого. И немножко из-за небольших рельефов местности повылезать, пряча нижний лист, высовывая башню. Но 72-ка-то, ясное дело, может стрелять только стоя на горизонтальной плоскости. Все остальное вызывает у нее критическую ошибку наводчика. Снайпер дважды. Что же они вылезают? Что они добиваются? Что они хотят? А, я же не хочу туда ехать, я же хочу новые маршруты выислить. Я врага вижу, еду на него просто. Какие тут маршруты, нафиг, а? Подставляем борт, рискуем, очкуем, едем, пробиваемся, прорываемся, прорвались. Опа, опа, не ждали. Херак, рикошет. Какой рикошет? Что там рикошетить? Это же гребаный нижний лист 72-ки. Нашу броню пробили. И ракетами. И еще одна. Хорошо, хоть вторая не пробила. Это все потому, что наши вот туда переваливаются. И начинают там групповую дрочку. Они сами не могут вылезти, и к ним никто не едет. Поэтому одного человека для подсвета врагов там вполне хватит. Потому что враги также засут туда ехать. Зачем там стоять толпой? Ну, видимо, чтобы высовываться и дамаг принимать. Я не знаю просто других целей. Основная часть нашей команды, не основная, но треть. Стоит вот там, блядь. Не приносит абсолютно никакой пользы, но их это не смущает. В то время, когда нас сейчас просто здесь раздавят и разберут. Вот и все, чем бой закончится. Главное занять тупорылую и вообще бесполезную позицию и держаться за нее. И держаться, я считаю, что это успех. Это будет победа. Ну, XM-1 я лучше ушел бомб-встречу, а очко поставлю этим. Там, глядишь, наши трои-то не дадут мою задницу в обиду. Надругаться надо мной не позволят никому. Опа, заметили. Сейчас полетит. Определяю цель. А, это не там заметили, это здесь заметили. Ну, давайте, кому комиссарского тела. Первый пошел. Ой, по нему еще кто-то стреляет. Радость какая, господи. Ай, лошара. На тебе еще туда анальную плюху. Боекладка повредила. Играли бы в улитку, он бы взорвался. Ну, давай. Я просто смотрю, что у него ничего вообще не торчит уязвимого. Думаю, дай я хоть пушку ему сломаю. Окаянному. И что это, блядь? Это был фугас? Да ты крут. Господи, как ты крут. Боже ты мой. Уважаемую власть. Смотрите, его XM1 подпирает. Типа, давай, очкун, ёпты, выезжай. Там борьба моторов. Кто кого пехнет. Сука, задохнитесь в дыму. Nein, nicht. О, да, XM1 получает еще одну плюху. Тут этот фугасник, блядь, что-то пытается пердеть в мою сторону. Бам, XM1 на базу. Ну, давай, 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 давай. Ах ты, блядь, там еще дни. Ладно. Давай фугас свой. Да, давай. Ты отлично. Борт в борт. Давай. Клювик в клювик посмотрим, чья возьмет. Не знаю, зачем его сейчас отпустил. Почему-то по мехводу урон не прошел. А, все, прижал его очком к забору. А это значит, что время, время огребать. Так, там леопард выехал, надо... Ах ты, сволочь. Срочно пустим, почему-то. Да почему же рикошет-то, господи. А, ептать. Ну, команда каков. Ну, 3-12. Тут по раскладу было, в общем-то, все понятно, все видно. Я только не понял, почему так 72-ка в люк стрёмно пробивалась. Видимо, УВНа немножко не хватало. И высоты, чтобы больше... Танк был повыше, а ствол упускал пониже. Но я хочу заметить, что 4-300-то свои дамага привез. Этой никчемной команде. Им можно было привезти и 30 тысяч. Все равно бы проиграли. Надо же было клан Туз назвать. Это же вообще... Туз, блин. Видите ли, на жаргоне Туз имеет значение не только карта крупного калибра, но еще и очечи, собственно. Естественно, видимо, клан назвали в честь второго. Нет, сейчас посмотрим под... Не-не-не, все-все. Нельзя ничего говорить про кланы. Они в этой игре обидчивые просто, как я не знаю. Обидчивее, чем учительница музыки, которые сказали, что мусоргский это говно, а Рамштайн это круто. И смотрит же. Да, естественно, что медаль Железный Воин моя. Снайпер тоже откуда-то отвалился. Статистика. Подробненько. Что у нас? Дамага там заблокирована. Да, фуфло. Ну и в команде. Посмотрим на это шикарное сборище потрясающих людей. Раз бот, два бот, три бот, четыре бот, пять, пять. Треть команды. Вот смотрите, я тогда еще сказал пять минут назад, да, что треть команды у нас как аутисты встали, где кому удобно, и стоят нихера не делают. Так вот они нихера и не сделали. Ну вообще без урона сливаются. Ну что это такое? Это вообще ни в какие ворота не лезет. Это ж сколько? Это же вот, когда вот один человек не наносит нисколько дамага, он свой дамаг, который он должен нанести для победы, чтобы уничтожить всех врагов, перекладывать на остальные. Вот поделите, пять человек не нанесло дамага, это остальные должны стрелять на треть дамага больше, получается. С чем они, естественно, не справились, ибо тоже. А, туз второй по дамагу. Ладно, чувак, все нормально, туз. Я понял. Вот это филиал кланов Асис, молодцы. Можно подставить им плечо, они и боевые товарищи, все нормально. Ну а на этом, собственно, все. Третьего боя не вижу смысла на этом танке ехать, потому что следующий танк точно такой же, как и этот. Так что пишите, жмите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok